Всем привет, наконец-то вышел новый патч, наконец-то мы дождались этого события и сегодня у нас в выпуске Брюмастер, герой которого изменения коснулись и сегодня мы будем это разбирать и наблюдать за этим. Шикарный персонаж Брюмастер, на нем будет играть игрок 25 или даже 29 тира, вот и супер топовый аганимчик на брюльке. 29 тир, то есть он практически грандмастер на этом герое, он купит себе аганим буквально без промежуточных айтенов. Никаких ботинков там, грейжных стиков, просто аганим был упонят первым слотом. Патчи 7.32, на котором, кстати, будут игроки играть на Инте, там будут незначительные фиксы, конечно, 7.32 там, А, Б, С, но в целом это патч, на котором будет играться Инт. Поменяли карту, поменяли кучу артефактов, добавили нейтральные предметы при этом, о которых мы поговорим. Переделали большинство героев в доте и тут они выходят на руну и очень сильно проминают лешего, больновато мужичку. Собственно, что делает аганим на брюльмастере? Раньше у вас было просто два заряда ультимейта и это было круто. Некоторые игроки на брюльмастере вот спамили его, побеждали и на просто не он тоже появлялся. Сейчас же аганим немножко другой. Не знаю, хорошо это или плохо, но этот игрок продолжает на нем играть и побеждать. У него винрейт за 60% перевалил. Собственно, вы, покупая аганим, у вас появляется новая способность, называется Праймал Компаньон. То есть вы можете призывать отдельную панду с ультимейта с кд в 20 секунд. То есть если у вас, вот у вас есть стойка, третья способность, есть стойка земли, есть стойка, там, боец земли, боец шторма и боец огня, грубо говоря. Вы, переключая эту стойку, соответственно, призываете нужного вам юнита от Праймал Сплита. Вот. И, соответственно, деретесь по кд с двумя юнитами. То есть те, кто контролит, умеют на Бремастере, вообще, в принципе, могут на Бремастере играть. Те должны почувствовать силу этого героя. Ну, мы увидим, мы увидим, как это работает. Настоящий гумфу панда. Да, хороший фук от пуджа. Заберут тут, скорее всего, замедло прокинул, помог тут тимойту. Пивасик, кстати, сейчас на Бремастере. Пивасик Макс, это синдрюбрю. Скилл, который накидывается на врагов, замедляет их, можно на двух кидать. И суммарный урон от горения получается от 75 до 300. Килл хороший, но обязательно нужно какой-то нюк кидать, чтобы враги загорелись, соответственно. До 300 дэмэджа. То есть с каким-то нюкером, а нюкеры всегда с вами на линии будут любые. Нужно качать эту способность. Ай, и стик все-таки хочет себе грейженый. Ай-яй-яй-яй-яй, а я сказал, что без стика будет грейженого. А он себе его взял. Ну ладно. Грейженый стик, потом агоним. Ладно, стик не в счет. Ну да, да. Ботинок-то он точно покупать не будет. Это прям инфо-соточка. Вот, под второй скилл свой первый можно нажимать. Опрокинул за метло 228 МСУ бабки. Но бабка подвыбежала, цемка почему-то не стала нажать кнопочку. Вообще им нужно на пуджа приседать. Позже еще и пробитый ко всему. И пока что не плотный. По поводу агонима мы еще чуть попозже поговорим. Про конкретные особенности. Давай, наверное, сейчас затронем в целом патч, что поменяли. Мидеры теперь не получают очень много фарма с маленького компа, потому что маленького компа нет на линии. И заметьте, видите, крипы подсвечены. Да, новых крипчиков добавили. Да, на второй минуте выходят крипы, которые держат знамя, грубо говоря, за спиной. И убив этого крипа, ты даешь золото и себе, и своим тиммейтам, которые стоят в радиусе 1200. То есть саппорт сейчас будет больше, наверное, прикован к линии. И, получается, со второй минуты выходит этот крип. И он потом на третий идет, потом идет на четвертый. То есть каждую вторую волну. Вот, и, соответственно, важно саппику стоять в радиусе получения этого золота. И, соответственно, это больше история о том, чтобы саппик не покидал свою линию. Ну, в целом, как можно дольше. Да, и радиус на самом деле не маленький, 1200. Вполне удобный для саппорта. Вполне себе. Второй скилл максит на бремастере. В свою очередь теперь мидеры не хотят фармить маленькие кэмпы, фармить мид. Они больше хотят двигаться. А саппорты как раз-таки наоборот ждут того, как миди придет. У мидеров теперь нет вообще, в принципе, маленьких кэмпов. Они теперь не так много раскачиваются в миде. Хорошо, тут под гум пивасик закинул. Вообще, у них лютая такая линия с М-кой. Просто закликивает. Пук перед смертью, но тщетно. Да, теперь вместо того, чтобы под мид стягиваться, саппорты, получается, будут стоять в линии, мидер сам будет гангать по КД. Не, такая мидер, в принципе, подходит, нравится. Возвращаемся в прошлое. Когда мидер получает шестой левел, сразу куда-то на линию бежал. Ну да, да. Не претстингует мид вышку. А старается какие-то мувы делать. Ну окей. Экспы, кстати, сейчас герои получают меньше. Изменили формулу получения опыта. Теперь вот даже профессиональный турик, малайзийский. ESL, Малайзия, по-моему, называется, или как-то так. Там коры на 40-й минуте 20-ми уровнями были. То есть теперь герои получают меньше экспы. Много кого пофиксили. Посмотрим, как это скажется на мете. Много кого наоборот подняли. Вот в этой катке, допустим, тролль рутает в БКБ. У Клака супер жесткий агоним. У снэпки шар теперь в печеньку встраивает один ком от ульты. Один шар. Изменили много. Есть что записывать. И будем записывать всех, кого коснулось. Ну и напишите, конечно, в комментах, какой герой вам в патче больше всего понравился. На ком вы планируете поиграть, потестировать. О, плюс золото. Кайф. Слушай, там золото, оно как-то отобразилось. Видимо, снэпка тоже убила этого крипа. То есть этого крипа со знаменем очень важно задонайть. Чтобы враги не получили двойное золото. То есть тут за крипа со знаменем будут прям драться. Нажал второй скилл, замедлил еще первым. Первый скилл еще и на урон наносит, плюс замедляет атаку, то есть размениваться сложно. И красный пандой просто кликает. Вот он включил красную стойку. Постоянно переключает. Марный скилл треки вообще не стоит. Получается, синяя стойчика дает вам миссы, плюс скорость передвижения в зависимости от уровня все больше и больше. Зеленая стойка дает вам броню и сопротивление к магии. А боец огня дает, получается, критический урон, критическую атаку. Прям механика инвокера прослеживается со сперами. Ну, может быть. На шанс 24%, критическая атака 145, до 190. Поднимается. Такой весьма приятный крит. И самое, что интересно, под Дранклинг Броулером по третьей способности, вы имеете условный бонус. Но если вы накинули пивасик, то бонусы умножаются на 3. То есть важно третий комбинировать со вторым. Ну и ждем теперь покупку аганимчика. Взял себе Огаракс. Чисто на дэмэдж. Пока что в целом в катке все хорошо. 5-8. Это европейский паблик. Хоть играет Манкис Форевер, но он, по-моему, на Европу прыгнул. Вроде как. Не к нам, просто знакомые. Шортик у бремастера все тот же. Добавляет стойку бойца пустоты. В целом. Многие, я думаю, о ней знают. Кто пил, Леший хорошо вышел, сделал килл. Может быть, вышечку сейчас даже откроет. Но мы все ждем. Мы все ждем, как купится аганим. Хочу посмотреть на это зрелище. Сильно замедлил пуш. Не знает, как стоять в линии. Даже с худом пробивают. Что будет себе сферку покупать? Так они за ним побегут. Героя просто не двигает. Чуточку подфиксили, но все равно пикают. Я думаю, это вообще незначительно. В целом, если мне это будет позволять, то уже будет играть в этом патче. Получается, теперь четверочки, саппорты. Вот там Мирана со стрелой. Теперь стрелу будет кидать не в рейнш крип, а вот именно вот этого нового, да? Стараться. Да, вполне вероятно. Вполне вероятно. В целом, будут как-то больше на фарм, как будто бы играть. Так вот, если порассуждать, то очень многих суммонеров пофиксили. Но при этом некоторых героев по типу Ликана особо не трогали. Ликан и Веноманцер сильные. Но некоторых аурных персонажей пофиксили. При этом подняли сейчас Пайп, подняли Мекку, Гривсы. Для чего это сделали? Для того, чтобы проще было осаждать вражескую базу. Теперь Глиф же интересно обновляется. Раньше ты сносил Т1 вышку. И даже если Глиф был потрачен, Глиф обновлялся. После каждой Т1 вышки. А потом Глиф просто на перезарядку уходил. И, условно, если ты нажал на Т2, то потом ты ломаешь, Глифа нет. Прогов, сейчас, если ты сносишь первую Т2 вышку, то у тебя Глиф обновляется. Если ты сносишь первую Т3 вышку, то у тебя тоже Глиф обновляется. То есть на ХГ теперь довольно-таки сложно зайти. Чтобы когда будут эти Глифы. Поэтому, собственно, и подняли ауры. Я думаю, средняя длительность каток увеличится. Да. Вот не странно ли это? Ну, типа, вроде игры и так не были быстрыми. А они как будто бы еще больше затянули. Знаешь, непонятно, как оно на самом деле будет. Ведь вот луна очень сильная. Тоже, казалось бы, такой патч, в котором кого-то фиксят, кого-то аппают. Луну, например, подняли. Луна ночью дает всем ауру дэмэджа. У веника там варды кдш-ц уже на 15-м очень быстро. Нажимается ультимейт. Пошел месить. Огненная панда выжигает. Зеленая панда дамажит больше построением, имеет стан и не восприимчиваясь к магии. Синяя панда может поднять ветра, задиспелить все позитивные эффекты и в инвиз уйти и с инвиза дать сильную тычку. Тут он, по идее, должен уходить, хотя... Ой-ой-ой, хорошо сыграл Чен. Толкнул просто. Людо толкнул. Ну да, я его тут должен забирать. Ну, окей. Пока он находится в таверне. Хотим напомнить вам, чтобы подписались на нашу группу ВКонтакте, обязательно на наш... Наши инстаграмы, ссылочки на них есть в описании. Вот, и на Твичи тоже есть ссылочки. Скоро вернемся. Мажор закончился, а значит совсем скоро в доке выйдет Баттл Пасс. Ну а на Эпик Лути полным ходом идет свой ивент, где все еще можно забрать гарантированный ДК-хук за выполнение всех квестов и Аркану за каждые 15 уровней. А если продержаться в топе всего ивента, то можно побороться и за Зеленого Рошана. Не говоря уже про Трэжер Хант, это бесплатный режим, где Кунке нужно дойти до сокровищ. В распоряжении всего 6 шагов и 4 хп, но все сделанные шаги сохраняются, и за них можно фармить мега-сундуки с крутыми шмотками. Кстати, хпшка у Кунки восполняется каждый час. А еще мне тут нашептали в секретном обновлении, благодаря которому каждый дотер сможет буквально за пару часов на сайте получить все топовые награды из боевого пропуска, несмотря на санкции Steam. Ссылочка на все эти ништяки я оставил в закрепленном комментарии к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек с хпшкой в Трэжер Хантере. Возвращаемся к нашему Брюмайстеру. И осталось 400 голды до Аганима, и начинается то, ради чего мы здесь, собственно говоря, и собрались. Да, как раз купит, пообсуждаем. По нейтралкам добавили некоторые нейтральные предметы, некоторые удалили, кстати, из доты. Много обычных артефактов переделали. Из интересного... Dragonlance теперь по-другому собирается, и он собирается с рецептом его, теперь нельзя разобрать в БКБшку. Так, сразу, наверное, не вспомнишь, разик, конечно. Можно, в принципе, по мере появления в игре рассказывать про эти артефакты. Вот он в Чену выпала нейтралочка, интересная, плюс только здоровье. И она при этом регенит еще тебе пассивно хп, ты создаешь, получается, некий радиус, в котором ты, тиммейты и крипы регенятся. 8 к восстановлению здоровья на 14 секунд, то есть вы когда там на вышку идете, когда вы идете в Рашпит, в целом деретесь. Очень круто эту шмоточку нажать и порегенить. При этом из этого же тира появилась шмотка-браслет. Тебя крипы бьют, ты с каждой атакой там 5 дефектов стакиваешь и манду регенишь. Тоже прикольная шмотка при фарме леса. Что еще? Какая-то еще была. А, собственно, то, про то, что ты мне рассказал, для Рики нейтралка, лэнсов, персид. Ты в спину бьешь и в спину на 15% больше урона и замедление еще. И при этом шмотка дает 200 к мане. То есть выгодно догонять цель и лупить спину с доб урона. Для Рики просто шикарная шмотка. Он уже призвал панду. Слушай, это жестко. Это же панда имеет дополнительный урон. У этой панды есть способность демолиша, как у этого. Забыл его. Медведя, который суммонит. Лондруид, вот. И он, соответственно, с этой пандой может очень сильно вышки демонтировать. То есть вы призываете панду, которая кд 120 секунд. При этом, если ее убьют, спелл идет в кд на 70. Если ее дамажат, вы не можете перепризвать в течение 3 секунд. Но так на ней кд всего... Всего ничего 20. То есть перепризвать новую, нужную, не проблема. Давай промотаем паузу. Давай. Что делает Брюмастер с этим аганимом? Пауза все еще. А вот это. Так, я промотаю назад, как там подцепили хужа. Давайте посмотрим. Да, вот. 12-22. Тут еще было отверг. Он пока что с красной пандой дерется. Красная панда, она, напоминаю, дает вам дэмэдж. Она может проходить сквозь другие юниты. То есть там, кто-то фуриона подсветить можно. И урон в секунду 25. То есть это просто... У нее еще 8 сторон от руки при этом, да? С этой пандой очень удобно фармить. Она огоньком, кстати, триггерит второй скилл Брюмастера. Он пивасиком отравляется. Наверное, как пачка быстро умирает. Вот. Он с ней, получается, будет фармить. С зеленой пандой он будет сбивать тпшки. И контролить персонажей. И ломать вышки. С синей пандой он будет диспелить какие-то скиллы, допустим, с врагов. Убивать суммонов очень просто. Опять же, подвешивать фьюла. По ощущениям, Брюмастеру добавили, знаешь, что-то среднее между тимфайт шмоткой, фармящей шмоткой и товар-дэмэджем. То есть у Брюмастера теперь все в одном. В аганиме, который ты покупаешь на там, условно, 11-й минуте без ботинка. Ну, он теперь гораздо быстрее фармит. И ты не расходуешь вообще маны. У тебя эта панда живет, ты с собой впитываешь. Ну, просто убил панду, и теперь идет урон по вышкам. Она бьет, получается, по 40 единиц. Очень приемлемый дэмэдж. Добро урон по постройкам, получается, у этой панды 90. А урон от руки 30. То есть выгодно на вышки выходить, да, но невыгодно с ней дэмэдж наносить по крипам. Так вот сейчас мы вместе задемонтировали просто. Есть один момент. Минусы, конечно, тоже есть у этой способности. Перезарядка у панд с этого скилла, не с ульты. Не забываем, у него же еще ульта осталась. Она в два раза больше, на 100% дольше. И при этом, если панда покидает вас в радиусе 1600, она... Что-то там было, сейчас я прочитаю. То панда будет... Не сможет применять способности, вот эта засмоненная. И эмэдж будет на 50% меньше. То есть она не будет наноситься вот как угорелая, как сейчас. Так, у нее сколько-то, где-то 550, наверное. Может быть, 500 мс. Удаленно просто качается. Вообще, какой-то лютый кайф. Это очень удобно. На самом деле, бремастер, мне кажется, теперь будет суперчасто появляться. Что-то он ульту не нажал. Как бы его сейчас за это не наказали. А им не хватает урона. Он еще успел все кнопки кликнуть, даже стик не пришлось жрать. И пошла ульта. Поднял бабку. Уже сложновато. А он может в ульте своей засумонить еще одну красную панду вот сейчас? Наверное, нет. Так бы он ее купил. Окей, есть у него еще стик. Призывает красную панду. Направил на пуджа. Жестко. Переключает стоку, я не знаю. Очень сложно сейчас играть на брюлике. Че, вам надо было фласочку подпить, наверное. Ты видишь эмэс на травелах? Жестко. Да, вас нужно было подпить. У него в процентах дается из-за стойки синий эмэс. И травела дает тебе больше всего скорости перед движением, плюс 90. Тебе нужно контролить первый скил, второй скил. Постоянно переключать стойки, чтобы нанести больше урона, либо пожить, либо добежать. У тебя есть способность суммонинга новой панды. При этом ты можешь перепризывать на другую панду в любой момент, переключив стойку. И при этом у тебя еще есть ульта на расконтрол. Сложновато, надо заметить. Герой непростой. Он и так был непростым. Мне кажется, он еще сложнее стал. Снова огненная панда, снова кач. Урну нужно покупать. А в дальнейшем градить весел, если весел хороший. Ну вот, если вы умираете с этой пандой, то кд, конечно, 70 секунд не очень приятно, если эту панду убивают. То есть, чтобы бороться против этого бремастера, чтобы он не душил вас вначале, нужно эту панду убивать. Как вот ее будем называть? Она компаньон, вот. Компаньона. Нужно убивать, чтобы кд было 70 секунд. Как с Мишкой Медведя. По аналогии, тоже очень долго резается. Нельзя перепризвать, пока бьют. Ну и все в таком духе. Пошел качу по Нетворсу. По Нетворсу 9000. Я, честно говоря, всегда, когда видел бремастера, видел, что у него Нетворс в конце. Вот в самой жопе мира. Да, так и было, да. Он с этой белкой новой реально круто кормит. Мне еще кажется, что эра Медасиков опять настанет. Потому что их подрезали очень сильно. А Медас, но это по сути единственное, что осталось. У тебя бустит прям хорошо. Только не на бремастере. На бремастере Медас не нужен теперь. Нет, вообще в целом. Я не понял сперва. Так-то да, Медас может быть хорошим решением. Не успел разумтиться, его путь укусил. Окей, вышли. Подзабили немножко темп. Медас же сейчас еще моментально выбивает нейтральную жмотку. То есть ты, допустим, хочешь себе нейтралку в моменте какой-нибудь и пойти пофайтиться. Нажал Медас. То есть у тебя на 26-40 откатился, но ты 20 секунд подождал, чтобы точно выбить нейтралку. И вдруг тебе повезет, а ты заберешь нужное для себя предмет нейтральный. Поэтому Медасик топчик. Под седьмую минуту чисто покупать, чтобы еще и в лесу себе нейтралку сразу выбивать нужно. Завязываться за каблемастера нету. Чем потеет, линку сбивает, первый вешает, тролль. Добивает раштан, а у тролляк сидерут. Ты в БКБ работают. Интересная такая уже особенность. Но Брюмастер уже тут. Сейчас, кстати, чтобы быть полезным в файте, можно даже некоторое время не тратить всю льду. Но он нажал, потому что у него этот скилл компаньоном был в КД. Нормально, добил. Хочу тебе сказать, что он еще и играет на Брюмастере хорошо. Все-таки 29-й тир. И до того, как вышел этот патч, я даже обращал внимание на его игры. Он прям много играл на Брюлике и побеждал на нем. А сейчас Финрейд. Ты должен даже увеличиться. Кайф. План ты не берет? Планты не берет, да? Да, урна подбивасик на доп дэмэдж. Но такая поздняя урна нужна, чтобы заградить ее в Весел. Если ты себе взял тревела, гоним, соу, ринг, стик, то потом брать просто урну бессмысленно. А вот Весел дамажит в процентах. Тут и Пуч, и Леший, возможно, будет регениться и дом. Брекер такой герой. Плюс силовики, которых нужно в процентах пробивать. В этот раз приходит файт с синей бандой. Поднимает одного, добивает второго. Да, куда же отправлять в таверну и бабку тоже должен забирать. А он тут пока что поживет. Проблем пытался доставить, но... Подобрал, потерял 70 секунд. Да, 70 секунд сразу же после этого. Немножко неприятно. Придется по АФКшить. Хотя Весел есть, у вас есть дэмэдж. Здесь он тоже присутствует. Покадай переключает. Да, АБ. Великой троллю, говорит, подойди, братишка. Супер замедление. У Пуджа стоим, айсо минимальный, айсо в доте. Как же он вообще еле передвигается. Да бьет вообще его? Да должны. Хорошо, минус пуш, бабка тп отмени. Отмени тп. О, бабки, кстати, шарча, спрыгнет, смотри. Хочет, хочет. Странная, потратила. Но там МС, какой-то нереальный. А что если брать себе, знаешь, вот кроме шуток, какой-то Солар на Брюмастере на тиммейтов вешать, но вначале ты будешь вешать этот Солар на свою панду. Знаешь, как-то удаленно так. А потом на кого-то из тиммейтов. Допа так спит на зеленую панду по вышкам. Есть ультимейт. Так, разложился нормально. А там он за своей целью просто бежит. Застонял ДБ. Прошел, прогенялся на ДБ. Поднял еще бабку. Бабка не успела блинкануться. Задиспелил. И снова красную панду за 50 маны засумонил и побежал. По-любому есть какая-то фишечка. Еще одна, которую можно добавить типа драмов, либо целара. Погу ускорять еще этих планов. Ну, Сол еще тоже нужен. Скиллы много маны стоят. 12 тысяч нутворцы. Первый раз я вижу, чтобы у Брюмастера был топ-1 нутворц на карте. Такого раньше никогда не было. Это герой всегда где-то там в серединке, даже чуть ниже было. Угу. Но при этом, вот, знаешь, мы тут обсасываем этого Брюмастера. Никто не будет спорить, что он стал вначале сильнее. Гораздо больше применений. Фарма, пуша-вышек. Ну, как-то прикольнее играть. Объективно это лучше. Такая раз, с вами все равно никто играть не будет. Да, расскажи, что же. Мне кажется, все будут играть на этом Брюмастере. Нет, ну, те, к чему я веду. Играли, да. Конечно. Просто герои непопулярные, я к этому. Да, он будет популярный стопудово. Он после мажора стал уже быть более популярным становиться. К чему я веду, что раньше Аганим-то посильнее, был. Вот именно на поздних стадиях. У тебя было просто два ультимейта, а ты постоянно юзал и был постоянно в праймал сплите. Сейчас это у тебя один ультимейт. И после 30-й минуты это будет решать. Однозначно. Просто усилили вначале, но ослабили после 30-й. Да, да. Но при этом сотов будет побольше. Плейфи. Да, то есть рефреш какой-то можно за все это время нафармить. и качаться пока у тебя ультимейт, когда и драться в том числе. КК почему-то видно на базе. Великое то, что, ребят, можем подраться. Ну, все ушли. Он один зачем-то. Призывал красную панду. Вот, смотри, у него была призвана панда и он нажал ульту. И у него, соответственно, пропала красная панда. Но скилл обновился. Он забайтил. Он забайтил под нимбус. Может быть, заберет сейчас. Заберет. Поднял еще пиджака. Убежал на МСах. Люто развивается, знаешь, нейронная связь, играя на Брюмастере. Ты постоянно должен переключать стойку, чтобы убежать, добежать, ты плотнее, либо бить. И при этом ты еще должен стойку постоянно переключать, чтобы вызвать именно нужную панду. Поэтому не забываешь о том, что в тебя скиллы могут залететь. Нужно ультимейт своевременно кликнуть. И все это нужно должно умещаться в твоей голове. Добрал себе таланты на 10-м и на 15-м. Не брал себе их вначале. Сперва выкачал скиллы. Потом взял радиус первого скилла Клэпа. И один к множителю бонусов от Дранкенбраулера. То есть теперь под пивасом в стойке у вас бонусы все увеличиваются на 4. Умножаются на 4. Попытка убить ДП. Он сейчас просто ульти. Да, нет, ультимейт. Девса. Все добивает. Владимир, кстати, под эту концепцию прям солидно смотрится. Может быть, какие-то грифсы ты хочешь купить себе? Ого, Хекс на лично Кенн 24-й минуте? Это как? А это вот так вот. Просто худ и улы Хекс у человека. Бывает и такое. Начина смотрит, слушай, а вот Чина ульт был. А у бремастера ульты не было. Бессмысленно. И он того, что увеличивается еще фарм, увеличивается же еще и к спа у бремастера. Больше убитых крипов. Соответственно, больше опыта. 175. Он идет, как, знаешь, как керич вот такой вот, который не очень много пофармил. У него крипов, как у тролля. Причем ровно столько же. По 175. Что-то хочется еще интересное прикупить. Но наверняка он уже посидел и придумал идеальный билд. Вот это вот. Через тревела, гоним весел и Владимир. Надо поглядывать еще за ним. Вдруг еще какие-то айтемы крупные покупаются. Ждем брюлика и идем драться. Талант на 20 уровне у бремастера плюс 1200 к здоровью воинов от Праймал Сплита. Интересно, работает ли это на Праймал Компаньона агоним способность. Сейчас проверим. Красная панда 1600 хп. 180, кстати, урона плюс 32 от Владимира. То есть 200 х дэмэджа у этой панды. Не считая урона в секунду 75 единиц. Солидно. Что-то она прям нормально так дамажит. У нее урона больше, чем у самого героя. У нее урона как у троля. Решил разультиться. Там подсейвили. До конца идет просто. Как бы тут не подстрять, по ощущению может просто умрет. Пытается тут зонить, конечно, героев. Да. Да, должен погибать. О, скинул с себя Юл еще. Сдох все равно, но скинул с себя Юл. Чтобы Леший не затаймерил. Призывал перед этим синюю панду. Тоже мемно. Паджик. Троля вытянул. Ну, давайте. Поделитесь с против Трада. Да, что-то его съели вообще без шансов. Он умер гораздо быстрее, чем я это себе представлял, если честно. Я думал, что, пожалуйста, все-таки забрать успеет. Нет, что-то. Дэмэджи у него не хватило. Думаю, она сейчас с пушкой бэкбэшку классно. Проверим, как работает влосеточку. Проверили. Далешего стали пикать. Особо герои ничего не поменяли. Вы наоборот по фиксию. Не, там, ну как, там 5 маны типа стоит тульта больше, но ты один тик экономишь. После первой секунды начинает маны кончаться, а не сразу. Вроде так. Нижесекунду, через одну секунду после активации, ну да. То есть, в целом, плюс-минус то же самое. Я думаю, леший хорош вот именно в этой мете, то что он быстро фармит, он быстро пушит вышки. Такой, в принципе, темповый герой, может, как-то из-за этого. Ну, что там уже играл на лишаке. По-моему, депрессит кит играл на лишаке. Напишите в комментариях, кстати, какого бы героя вы хотели бы, чтобы мы в ближайшее время записали. Будем отдавать приоритет списку. Что? Что у него? Талант, он себе взял 8 соток спида почему-то. А не 1200 здоровья у воинов. Видимо, это не работает на компаньона, потому что иначе он бы сэвил этих панд. Ну, видимо, да. И взял бы талант. Подсвечивает. Просто скаутит мапу этой панды и сам стоит в позиции, чтобы нажать льту. Крюк мило. Ну, тролль БКБ-шку потратил. Там одного героя уже убили. Барюшка пока что не ультит, ждет. Кинул пивасик, кинул стулы. ДБ не скинул из себя весел, шарт не скидывает. Даже с эффектом БКБ-шки. И разультелся. Весел бы, конечно, было бы хорошо нагибнуть на Буджайбу путь очень безвыходно поднял Лешака тем временем. Леша, кстати, сейчас если блинки есть Бинкаут нажмет Валенка у него нет. Отвел еще синюю панду дальше ищет Клока. Ищет Клока. Еще один Юл. Это собственно Юл Лешака. До этого Торнадо нажималось. Ультра килл для Зевса. Зевсу под таким брюликом вообще очень удобно драться, потому что он на тебя внимание стягивает. Одного станет, второго Юлит. Всех показывает обязательно. И Зиусик плюс Бримастер. хорошее комбо героев пошел сидеть красной пандой нужен погибнуть тут или атак спид то есть просто закликал бабка шардом и за шарда бабки хватает урона потому что у нее печеньку теперь встроен шарик такая особенность он сейчас берет себе шар на брюмастере я бы никогда в жизни не взял бы шард на брюмастере в принципе неопытный брюмастер стопудово оставил бы потому что это еще один воин еще одна кнопка и казалось бы куда еще больше но вот он нет он скипнул кому-то видимо решил отдать окей думал будет контролить на супер потничах видеть там твой забалом чуть не это не на косячу пролю нужно надворсика побольше у него 16 тысяч нету бурьмастера до сих пор больше надворца артефакт артефакт ему тролля конечно слабенько 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 у него почему-то знаешь вот у него по артефактам слабенько но при этом у него еще и на руках 2000 сейчас был баг как будто у него 5000 на руках а у него у него рука было 5000 монет то есть его надворс в файте был вообще десяточка все он купил ска и линкен сферу собирают да он только сейчас их потратил то есть все это время он дрался с супер маленьким надворсом нутроля не потратив деньги которые у него были какой-то мод анти я троятора на все деньги закупаются не оставляя ббк сейвить косарей чтобы брать кликом шмотку купить ббк какой-то сэйвилхаза зачем 14000 преимущество но что-то по игре вообще не ощущается это преимущество кое-что они даже как-то слабее дерутся просто знаешь во многом разница между зевсом лешаком 3000 между бремастером мы там и даунбрейкер шай у всех по чуть у всех там по три по четыре косаря разницы вот поэтому по преимущество в целом до враги чего могут камбэкнуть это засумонил синюю получилось из надо вести синюю дальше со мной м с чех побежал потому что был под пивасиком пивасик что подействовал и масс увеличился еще больше нужно получается его под себя кинуть или просто кинуть работают раз увидим вот он кинул 550 м с а и пивчик просто окно короче просто нужно кинуть видимо и ты побежишь на и массах синие стойки 344 м с и пивасик хочет достать достал ведрами задиспелил можно хоть и призвать красную панту чтобы нанести урону там путь крипает снова синюю хочет призвать на базу уже программ забегает и жмет ультимейт на хекс не жмет ультимейт очень убьют мы это члена на из нейтралка саленс успел разложиться они просто погибли и можно пушить теперь бэф там нет но враги и мид теряет думал думал смотрел могут ли тиммейты как-то поддержать агрессию на решака таковы не пошли чена теряют чем диспозиции забежал просто на ноги чем бывает никого по итогу не добьет надо выйти тоже 5 500 было на руках просто рэкликом покупаете бкб рефреш еще обобряем а аталанты на 25 уровне что там и в воины получают эффект ранкин браулер это то есть ваши панды с ульты имеют способности от вашего третьего скилла каждая по чуть-чуть у него есть круче талант полюска разлетится и вообще вью подняли и брюшку заберут бкб еще в бакбаке было может быть выжил бы если бы не бкб в бакбаке или она на базе у него игра по затянулась просто или нужно больше шмоток возможно не молнии нужно было андроле покупать через какой-то классический бфчик играть кто знает знает но все общественно ничего не будет происходить думаю можно плюс 60 нажать давай давай талант можно обсудить еще на двадцать пятом он возьмет себе скорее всего страх от и васика до старой скилл кидайте на полторы секунды герои убегают в ужасе ноги брюмастер становится чуть ли не самым на год с опциональным героем доте хава хаммер кстати вернули предмет старый добрый хава хаммер которые скипнули нажимаете этот предмет и вы наносите урон плюс сталкивайте врагов от себя плюс замедляйте на три секунды и наносите урон равный 175 плюс единица от силы пошел критовать да это жестко но сихова хаммер это предмет во первых на статы 12 крону 12 к силе нюк хороший выживаемость замедление при этом как красный blink только такой более более что ли стационарный а если вы купили и красный blink и хава хаммер то можно прям прыгать нюкать жестко на силовиках особенно так видно было здесь куда-то ушел очень далеко не без и не возвращаясь вроде я вон тут вот он сам и даже надо станчик на этой панде выкинуть и пересумонить скорее всего на синюю там 0 на какую-то панду я не стал этого делать или станет просто разлетелся чтобы наверняка хорошо пофатиться припаджик спасает теперь кстати нельзя вернуться форму героя раньше с аганимом ты мог это сделать лично зевцом добили тут персонажа зюзик там наковыривает наковыривает позицию тима дала нереально он просто весь fight хлопает какие моменты убегаете под синий нужно опивать и кликнуть чтобы мы с получить там на сотку растет на сто шестнадцать на сто шесть и кираса последним айтемом плюс кстати он не взял себе страх удивительно решил бустануть панд посмотрим как это работает красный панды теперь криты пошел месить как а красный панду он специально сэвил уже от руки нормально так накидывает герои жалко кираса нет овак хамер еще нужно не забыть нажимать как все сложно хава камер весел скиллы все очень много кнопочек участка вакинуть а вот нажать не нажал там бкб . мне кажется он даже не вспомнит про эту шмотку тут ему хватает на чем подумать вот тот герой на котором сейчас реально можно учиться до безумия до бесконечности заберут до ульта 9 секунд цемка разудилась на микросекунду еще и к . такая весьма ровная красный воин получил крит штромовой воин синяя панда получит уклонение м.с. а зеленая панда получит всеми к броне и сопротивление к магии там резист сто процентов не нужно самое важное наверное это крит ну и масса синие банды это именно про талант на 25 мы говорим даже грех самому не запутаться знаешь я уж представляю как люди которые просто смотрят и даже не знают от таком герою как бремастер особо не пытались на него играть как им тяжело всю эту информацию общей воспринять 40 минут сидишь и разговариваешь про героя у которого триллиона опций давай еще в рейс пак кстати а чё если в рейс пак тащи себе купить и красная панда бежишь чисто и там будешь он донго поставить доминатор чудо кучу уже саде доминатор еще вы не край вернуть кран икон который до покупать можно было игра домик куча панд миллион просто бежит миллиард самого хотела тем не лекан и не без мастера с с большим количеством возможностей еще кстати ты вот вначале говорил про забавную луну получается луна теперь с night stalker имба будет с night stalker если к нам хорошего реклана а вот по всей карте действует на всех юнитов хорошая комбинация а ты помнишь раньше эту лимбу просто лекана и бруда паучки под холем тоже общая лютая жесть была но тут он был данным на дарах да прикольно было там героя первые секунды рассыпались первое время пока люди не поймут как играть против большого количества юнитов вот член лекан луна они будут в римастер в том числе будут очень популярны честненько он нажал вообще ульгу все лишь и в заверии без ббк джи они просто втором пойдут да быстро даже всех стирают на сложная в начале роликах знаешь меня такого до швила это что я думал поиграю на время стирать или понимаю что я не поиграю на время думаю что у всех будет примерно то же самое в голове и вот сказал я с тобой поспорил в начале что действительно нужно уметь и далеко не все могут играть по факту я сперва не согласился теперь я согласен что слишком много всего и слишком много всего чтобы играть хорошо вот нужно много игр чтобы просто сыграть а нафига такой нужен вообще своей команде чтобы просто сыграть на бремастере разве что в turbo пойти поприкалываться и для этого кстати есть же овертроу кастом к овертроу 2.0 вам она называется мне кажется нужно пикать этого брюлика эти в овертроу сперва играть понимать раскрикливаться да и потом идти уже в матчмейкинг ну что ж на этом игра заканчивается это был новый бремастер пишите ваши комментарии как вам что успели потестить что не успели чё нам записывать дальше всем пока